Среди тех, кто внес существенный вклад в развитие отечественной педагогики и школы, с полным основанием можно назвать имя Альберта Петровича Пенкевича. Он родился 5 января 1884 года в Башкирии, куда его отец, поляк, дворянин, был сослан за участие в польском освободительном движении. Альберт Петрович закончил Уфимскую гимназию с серебряной медалью, затем стал студентом Казанского университета, который блестяще закончил в 1909 году, получив диплом первой степени. С 1909 по 1917 год Альберт Петрович прошел путь от наставника естествознания, физики и сельского хозяйства в учительской семинаре города Вольска до преподавателя естествознания и методики естествознания в петроградских учебных заведениях. Альберт Петрович был хорошо известен как среди учительства, так и в научных кругах. Во многих учебных заведениях охотно использовали учебные пособия, написанные им по минералогии, геологии, химии, физике. Большую популярность имела написанная им монография «Методика начального курса естествоведения», выдержавшая девять изданий. Педагогическая общественность знала Альберта Петровича как блестящего лектора многочисленных летних учительских курсов, в работе которых он принимал активное участие в 1914 году. В этот период у ученого проявляется интерес к проблемам народного образования, о чем свидетельствуют многие его публикации в педагогических журналах и выступления на различных съездах и конференциях. С первых дней советской власти Альберт Петрович без всяких колебаний встал на сторону революционных изменений в обществе и всю свою энергию направил на преобразовательную деятельность в области высшего педагогического образования. Пенкевич был не только педагогом-теоретиком, но и педагогом-практиком, сыгравшим видную роль в подготовке новых педагогических кадров. По его инициативе при поддержке Анатолия Васильевича Луначарского в 1918 году был открыт Петроградский педагогический институт, ныне Российский государственный педагогический университет имени Герцена. А в 1921-1922 году он отправляется в Екатеринбург с заданием от нарком проза открыть еще одно высшее учебное заведение – Уральский университет. В начале 1924 года Альберт Петрович переезжает в Москву и становится профессором педагогического факультета 2-го МГУ. В марте ему предлагают заведование кафедрой школьной педагогики, затем он становится деканом педагогического факультета, и вскоре ученые единогласно избирают Пенкевича ректором 2-го МГУ. Привлечение Альберта Петровича к руководству университетом послужила реализация идеи педагогизации университетского образования. Альберт Петрович при поддержке профессора университета провел тщательный пересмотр содержания учебных планов с целью расширения дисциплин психолого-педагогического цикла. Предпочтение отдавалось широкому общепедагогическому образованию при его четкой профессиональной направленности. В 1925 году Альбер Петровичем было опубликовано учебное пособие «Введение в педагогику», выдержавшее четыре издания и ставшее одним из первых руководств по педагогике для высших учебных заведений в нашей стране. С 1927 года Альберт Петрович начинает читать педагогические дисциплины для всех отделений педагогического факультета 2-го МГУ. Он был превосходным лектором его лекции, богатый содержанием, эмоциональной насыщенностью, всегда пользовались большой популярностью не только у студентов педагогического факультета, посещаемость которых была стопроцентной, но и учителей московских школ, которые имели возможность присутствовать на этих лекциях. Лекции Альберта Петровича были опубликованы в учебном пособии «Педагогика в двух томах», выдержавшее шесть изданий. Альберт Петрович был одним из первых популяризаторов в нашей стране зарубежного педагогического опыта. Человек большой культуры, свободно владеющий несколькими иностранными языками, он внимательно следил за современной ему зарубежной литературой, много переводил и знакомил учительства с теми процессами в области образования, которые происходили в странах Западной Европы и Америки. Достаточно вспомнить его книгу «Непрерывная производственная практика в Америке». В то же время Альберт Петрович был страстным пропагандистом достижений советской педагогики. Его имя было хорошо известно за рубежом, ученый неоднократно выезжал в разные страны Европы и Соединенные Штаты Америки, и везде он выступал с докладом о системе советской педагогики. Период работы во втором МГО характеризовался огромным творческим подъемом. Именно в это время выходят около 80 работ ученого. Это и статьи, и рецензии, и предисловия к различным психолого-педагогическим изданиям. Тогда же Пенкевичем были написаны его книги, которые составили целую эпоху в истории советской педагогической науки. Не вдаваясь в анализ, назовем некоторые из них. Основные проблемы современной школы, краткий очерк истории педагогики, советская педагогика за 10 лет, педагогика и марксизм и многие другие. Эти книги по существу явились первыми вузовскими пособиями по педагогике. Деятельность Альберта Петровича Пенкевича во втором МГО совпала по времени с периодом становления и развития отечественной педагогики. Ученые университета под руководством ректора активно включились в работу по принципиальному пересмотру традиционных идей классической педагогики, по построению научных основ воспитания и образования подрастающего поколения, по подготовке научно-педагогических кадров. И центром этой работы стал организованной в конце 1926 года по инициативе Альберта Петровича Пенкевича научно-исследовательский институт педагогики. Этот институт имел свой печатный орган – сборник труды второго МГУ «Научная педагогика». Ответственным редактором этого сборника был Альберт Петрович Пенкевич. Жизнь Альберта Петровича оборвалась в рассвете творческих сил. Он, как и многие другие видные деятели народного просвещения и педагогики, оказался жертвой необоснованных репрессий. 25 декабря 1937 года по решению Верховного суда СССР Альберт Петрович был расстрелян, а в 1956 году полностью реабилитирован посмертно. В результате несправедливых оценок творчества Альберта Петровича Пенкевича его имя долгое время оставалось неизвестным широкой педагогической общественности и лишь в последнее время пробуждается интерес к его творческому наследию. Предлагаем вам ознакомиться с трудами Пенкевича Альберта Петровича, которые хранятся в фонде библиотеки МПГУ. Издания, доступные в электронно-библиотечной системе МПГУ, сопровождаются QR-кодом для перехода к электронной версии. В предисловии к изданию Пенкевич пишет «К работе над предлагаемой читателю-педагогу книгой я приступил тогда, когда на рынке не было ни одной книги по истории педагогики, написанной марксистом. Работа моя не дает исчерпывающего изложения всей истории педагогики. Она выделяет только основные моменты. Она не стремится также быть историей просвещения вообще. Для этого она просто слишком коротка. В конце каждой главы сообщается только самая основная литература, необходимая для дальнейшей, более глубокой проработки материала. Список главнейшей литературы приведен в конце. В настоящем издании представлен биографический роман о выдающемся швейцарском педагоге Иоганн Генрих Пестолотце. Горячий сторонник и последователь учения Руссо Пестолотце считал, что все народные бедствия проистекают из человеческого невежества, и что поэтому соответствующим воспитанием подрастающего поколения можно достигнуть общего благоденствия. Выпуская в свет данную работу, автор не сомневается в том, что в ней немало пробелов. На один из них он хотел бы обратить внимание читателя. Это известная непропорциональность частей книги. На вопросы общего характера и педагогику школьного возраста отведено три четверти книги. На все остальные – одна глава. Это произошло от того, что автор стремился выявить лишь то своеобразное, то новое с теоретической точки зрения, что есть в советской педагогике. А потому, дав в главах об общей педагогике и о педагогике школьных возрастов изложение ряда принципиальных вопросов, общих и для педагогики других возрастов, в главе о педагогике последних он не желал повторяться, этих вопросов уже не затрагивал. Если бы вперед была выдвинута педагогика какого-либо другого возраста, например, педагогика взрослых, то тогда вопросы школьной педагогики были бы изложены более сжато. Кроме того, следует помнить, что настоящая работа – краткий очерк. При пропорциональном изложении всех разделов советской педагогики пришлось бы написать большую книгу, что не входило в намерение ни издательства, ни автора. В предисловии к изданию Пинкевич пишет «Стремясь ввести читателя-студента, читателя-педагога, в самое существо современных педагогических и педологических воззрений, я сделал довольно много литературных указаний. Я стремился, насколько это возможно, при сжатом изложении, избежать драматичности и часто приводил мнения авторитетных психологов и педагогов. Полагаю, что таким образом, вернее всего, можно заинтересовать студентов в изучении истории педагогических учений. Предлагаю вниманию читателя второй том педагогики, включает в себя общие сведения о трудовой школе. Перегруженный всяческой работой, я не успел внести в него ряд глав, обнимающих теорию образования и вопросы организации народного просвещения в СССР, как это было мной предположено ранее. Если внимание читателей вызовет необходимость в переиздании книги, во втором издании я надеюсь пополнить ее недостающими главами. Однако, мне казалось, что и в настоящем виде она не будет бесполезной для советского педагога. Как и в первом томе, я стремился к пересмотру положений современной педагогики с точки зрения марксиста и коммуниста, так как на этом пути у меня предшественников немного. А в смысле систематического изложения и совсем нет. Мое положение было трудным. Почему я усердно приношу всех товарищей марксистов, которые заинтересуются моей книгой, прислать мне свои отзывы? Ошибки и промахи всегда возможны, в особенности, когда идешь по новому, мало проторенному пути и работаешь урывками. В свободное олекторской и административной работы время. В предисловии к изданию Пинкевич пишет. Данная работа является в сущности моим первым выступлением по дискуссионным проблемам. В этом смысле основной статьей в сборнике следует считать статью на фронте педагогической дискуссии. Кроме нее, в сборник помещены статьи, либо уже печатавшиеся, либо хотя и печатавшиеся, но неизвестные русским читателям, так как они появились не на русском языке. Эти статьи я располагаю в хронологическом порядке, ничего в них не изменяя, но отмечая, в подсрочных примечаниях лишь некоторые ошибочные или неудачно изложенные места. Настоящие лекции были прочитаны в гатчинских и петроградских курсах по переподготовке учителей трудовой школы в июле 1923 года. Мне хотелось в краткий срок, имевшийся в моем распоряжении, подчеркнуть важнейшие вопросы современной, создающейся на ваших глазах социалистической и марксистской педагогики. Альберт Пинкевич. Книга Альберта Петровича Пинкевича написана им на основании личного изучения постановки непрерывной производственной практики во время его заграничной командировки. Собранный им материал предоставляет весьма большой интерес, отвечая на ряд самых злободневных вопросов, ряд сообщений практического характера, относящихся к учебному плану, методике учета занятий, контролю работ, способам организации и так называемой координации. Содержащихся в книге будут чрезвычайно полезны для тех, кто в высокой степени заинтересован в наилучшей организации непрерывной производственной практики в наших учебных заведениях. Естествознание в школьных программах постепенно завоевывает себе прочное место. Необходимость введения в школу естественных наук в настоящее время почти никем не оспаривается. И в то же время постановка преподавания естествоведения в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что естественно историческая методика разработана с достаточно полнотой и многое, по-видимому, нашло свое окончательное решение. Методические статьи разбросаны по различным журналам и сборникам, и общая сводка всего придуманного еще не сделана. А такая сводка, несомненно, необходима. Данная книга выполняет эту задачу, поскольку это касается начального курса, имея в своей первой целью дать воспитанникам учительских семинарий и институтов пособия для изучения ими курса методики естествознания, можно надеяться, что и вообще она принесет некоторую пользу начинающим учителям, приступающим к прохождению начального курса естествознания. В предисловии к изданию Пинкевич пишет, значение метода той или другой дисциплины, элементы которой входят в комплекс тех знаний, которые необходимо проработать развивающемуся человеку, чрезвычайно велико. Познавая мир, мы пользуемся разными путями, но не всеми мы одинаково владеем, в зависимости от того, насколько мы были подготовлены к этому нашим воспитаниям и образованиям. Каждая из работ, совершаемых в школе учеником, оставляет определенный след в его психике. Мы должны уметь комбинировать различные способы воздействия для того, чтобы добиться тех целей, которые мы ставим. В числе этих способов воздействие изучения того или другого вопроса с той или другой темы, изучение ведущейся соответствованным методом, занимает не последнее место. Очень многое зависит от того, что изучается и как изучается школьникам. Это и приводит нас к вопросу о методе, в нашем случае к вопросу о методе естествознания. С перечнем работ Альберта Петровича Пинкевича, хранящихся в библиотеке МПГУ, можно ознакомиться в электронном каталоге МПГУ. Работа с зданиями возможна в отделах библиотеки МПГУ.